Селям алейкум, Достлар! Широкий спектр деятельности, просто огромный, от эксклюзивных авторских керамических работ на основе крымско-татарской исторической, как это грамотно называется, вот это вот, твои картины, расскажи мне, вот эти узоры. Орнаменты? На основе крымско-татарских орнаментов. Я права? То есть твой спектр очень в творчестве плодовит, очень. При этом ты замечательный человек. Это вот я тебя все сейчас хвалю, хвалю, хвалю. Для того, чтобы ты как можно больше разного интересного рассказал, ты же понимаешь. Да, с Сау, с Зарем аганом, да, с Сау. Я сам в растерянности, очень приятно, да, что обратились и пригласили на этот эфир познакомить и поделиться своим опытом. Сау. Да. Рустамбей, мы вас видим вот так, шапочку вашу мы не видим. Вы как-то могли бы, да, чуть-чуть, да, вот так, да. Есть. А, да, вот уже полная картина. Рустамбей, помимо этого сейчас много будем говорить, но данный вот первый вопрос. Проводим мастер-класс керамического искусства. У вас в руках тарелочка, да? Давайте начнем и уже будем, да. Да. Как говорят художники, чистый лист бумаги. У нас чистая тарелочка. Мы чуть позже приступим к самому непосредственному мастер-классу. Я расскажу, покажу об этой технологии, об этом стиле, как он появился, что он значит. И на примере вот с этой тарелки мы с вами быстренько нарисуем, симпровизируем наш орнамент. Друзья, берите ручку и бумагу, записывайте ценную информацию. Мало того, комментируйте, если есть вопросы или пожелания, или где возможно приобрести такие эксклюзивные работы Рустема, пишите в комментариях, мы вам ответим. Да. Тогда как будем параллельно делать что-то или задаю я следующий свой вопрос, который меня очень... Давайте вопрос, да. Я думаю, что немножко нужно, да, влюбиться на... Там историю... Во-первых, программа называется «Хавель Заранин, кофе за Эль Зарою». То я вот пью... Опять для Ролсон. Сао. Я только что, да. Да. Тоже. Ну, Стэн, вот скажи мне, такому чайнику, да, чуть-чуть в культуре гончарном, и вообще для меня сейчас очень ценно вот впитывать, познать какие-то исторические тонкости. Что такое гончарное искусство у крымских татар, какие предметы быта, какова вообще, скажем, да, значимость керамики, гончарного искусства. Может быть, были какие-то обычаи и традиции, связанные с этим. Были ли какие-то знаковые фамилии в истории крымских татар, известных, может, в ханском дворе или позже, керамистов, которые были бы известны, скажем, в мире. Вот это я сразу задаю ряд вопросов и разрешу отвечать. Ну, начнем, наверное, с последнего. Это сложно, конечно, и по понятным всем причинам. Наша культура, да, очень сильно пострадала с момента первой аннексии и депортации крымских татар. Соответственно, сами предметы, как артефакты, керамика, бьющиеся, она очень мало сохранилась. И вторая часть — это, конечно же, просто запрет на культуру, на национальность крымских татар. И все, что изучалось и все, что описывалось, оно практически было без этой атрибуции крымско-татарскости. И сегодня мы, встречая те же артефакты, либо источники, в которых есть описание, упоминание, там не описывается и никак не указывается, что это крымско-татарское. Один из источников таких очень серьезных — это специалист-исследователь-тюрколог Александр Галенко, в котором в его упоминаниях есть изучение, точнее, вычетка с кодиаскерских записей в кефе об товарообороте с крымским ханством и в османский период с Турцией, количество предметов, которые вывозили и ввозили, налоги, которые были, и материалы в том числе, и название предметов с именами мастеров. И вот в этом описании мы впервые познакомились с тем, что были практически такие некие центры, кварталы, специализирующиеся на производстве керамики. Не просто керамики, а с целевой такой направленностью, как квартал Кузагаров, например. Куза — это сосуд большой, высокий, я могу его показать в реальности. Вот, они, это средненький такой, были чуть меньше и огромные, в которых хранили сыпучие предметы, продукты соленья, мясо, овощи. Вот, и эти специалисты, они, мастера, делали именно эти большие предметы. Второй квартал — это косигеры. Косе — это тарелка, блюдо — это открытые формы, ну, условно тарелочные такие. И были еще мастера, квартал пота-джи. Пота в переводе с крымскатарского — мишень. То есть, это так уничижительно называли этих мастеров, что их изделия годились только как для стрельбы пони. Это были мастера, которые делали. И спады специалистов уже были и в то время. Уровень, уровень, да, и косметикация, да. И вот эти пота-джи, они делали такую массовую продукцию, барда-флар маленький. Она была дешевле, наверное? Дешевая, она быстро билась. Есть упоминания о том, что продавали, например, кисломолочные продукты уже вместе с самими изделиями. Не отдельно, а прямо вот целый ряд там барда-фларов, хаймах-бардах, да, и человек мог сразу взять себе вместе с продуктами. А где территориально находились вот эти кварталы? Где можно было... Это Кефе, Кафа, Феодосия, тот регион. Да. А также есть упоминания, но без... А какой век? Это 17-18 века. 19-й уже в переход. Уже... В 19-м уже начал происходить потеря. Вот здесь еще сложный такой, как бы, вопрос. Когда же началось формирование нашей культуры в целом, да, и керамники в частности? Мы склоняемся к тому моменту, как начал формироваться сам народ. Как только начал... Сформировался язык, вот культура, и, соответственно, все. Так же были центры практически во всех городах. В Валужстве упоминания, Бахчисарайский регион, Акьяр, Севастополь. Тоже даже в названиях сел остались. Название керами... Ну, то, что связано с керамикой, с глиной. И большие, конечно, залежи глины. Что это было? Предметы быта, что это было? Кроме предметов быта, это еще и строительная керамика, целый спектр. Это керамика, которая, как мы ее назовем, хозяйственная, отдельный ряд. Это игрушки всевозможные. Бытовая вся посуда, которая использовалась у нас в приготовлении блюд и в подаче. И каждый из этих предметов, соответственно, он технически выполнен и эргономически так, что он удобен для того, чтобы приготовить именно это блюдо и им пользоваться. И вот когда мы, как мастера, художники, гончары, начинаем изучать этот предмет, соответственно, вот эта информация, которая поступает вместе с предметом, связанной с кулинарией, открывает еще больше диапазон. И ты начинаешь уже интересоваться, а почему же этот предмет именно имеет, ну вот, ручку такую, носик, широкое горло, в которое там легко налить. И по каждому предмету это отдельная история, отдельная тема, за которой стоит, да, большое наше самосознание. Книги с описанием вот таким расширенное для таких, как я, чтобы не только вы, специалисты, знали, а и широкие массы. Есть, да, небольшие статьи, которые мы готовим, публикуем, сейчас более расширенную, работаем над этой книжкой. Она будет непосредственно о бытовых предметах и о писании. Конечно, хотелось бы ее как раз-таки связать еще и с кухней, с кулинарией. Это было бы интересное и более, как бы, да, прикладное, не просто предмет, а ты понимаешь, что можно с ним сделать. Я хотел еще обратить... Как интересно это все узнавать. А где ты берешь архивы, это знания? Ну, разные источники. Нарратив, естественно, это память народа, наши родители, наши бабушки, дедушки, которые вспоминают, рассказывают, это, естественно, выезды, экспедиции по районам, литература специализированная на эту тему, фотографии, гравюры. Все это в комплексе. Ну и, естественно, сами предметы. Там, например, у нас есть такие примеры, когда ты находишь предмет, и ты не знаешь ни названия его, ни где он применялся, и проходит там несколько лет, и потом только приходит информация из нескольких источек, где ты подтверждаешь, что да, этот предмет называется именно так, и он применялся в той или иной там отрасли. Спасибо. Фамилий таких ты не знаешь, да, именитых керамистов, там, 16-17? Прошлого века нет, конечно, нет. Пока этой информации к нам не поступило. Я думаю, наверняка она есть, но нужны специалисты, которые бы знали язык, знали письмо, то, на котором писалась арабица, вот, и понимали саму тему. К сожалению, я этим не владею, да. А назови, пожалуйста, на твой взгляд, топ-5 лучших керамистов крымских татар, которые сейчас делают вот такую работу. Их намного больше, их намного больше, конечно. Ну, учитель мой... Я знаю, что это сейчас очень популярно и востребовано, но вот я прошу 5. Пусть никто не... Да, мой учитель, да, Абдюль Сейтаметов художник, гончар, один из лучших мастеров в Украине. До ее предела, я считаю, что просто мастер-эстет, совершенно владеющий этим ремеслом. Ремеслом даже уже сложно назвать это искусство. Ильяр Гусенов, Айдер Абибулаев, Марина Кругчин. Сколько это у нас? Четыре? Четыре. Ну, ты пятый, но у тебя мы... Ты вне конкуренции. Еще одного. Да. Я, наверное, из старой школы назову. Рустем Якубов, отец Рустема Якубова. Вот тех, кого с нами уже и нет. Все наши учителя, да, старая школа. Те, кто были в депортации и продолжали эту работу. Сау. Интересно. Я зайду, посмотрю на их странички, кто что делает. Интересно. Мне интересно. Скажи, пожалуйста, ты мне говорил о Хумане, да? Да, у тебя есть... Во-первых, ты коллекционируешь предметы быта, собираешь и не только. Вот расскажи немного о Хумане. Хуман, вот один из старых таких сосудов, это ритуальный сосуд для омовения. Во время совершения молитвы, намаза, перед каждый должен совершить омовение, очистить тело. И был такой предмет, который называется Хуман. Этимология его имеет несколько значений. Хум как волна, и хум как песок. Это вот по размеру стандарт, такой самый средний. И, к сожалению, потеряна, утеряна ручка, но она очень простая, такая, эргономичная. Его важная часть, его функционал, это хранение воды. Он с закрытой формой считается. При подогреве его на мангале, я его тоже покажу, керамический мангал, были еще и металлические, чтобы тепло сохранялось дольше. А носик очень маленький, с тоненьким сумеком таким, который подает экономно воду. И расширенное горло при наборе воды в этот сосуд, чтобы он быстро набрался. Вот, и устойчивое дно. Этот сосуд был найден в Крыму. Так называемые зольники, это старые деревни, которые уже практически не существуют. И все помещения, которые были сгоревшими, вот в этом пласте под домом была бытовая посуда. Он был полностью разбит, туда же есть несколько следов, что есть, да, обгоревших. Вот, мы его склеили, но ручку, к сожалению, не нашли. Покажу маленький. Это уже работа моя, глазурованный, то есть они были покрыты глазурью, некоторые просто терракотовые, без покрытия, и с орнаментацией. Такой маленький. Мальчик, можно сказать, детский. Да, благородный. Вот, чтобы, да, приобщать сразу наших детей к этому, к культуре. Ценно, ценно. А есть ли у тебя в планах вот создавать, ну, я знаю, ты занимаешься выставками, ты очень активно помогаешь здесь, в Киеве, по всей Украине и за рубежом, в продвижении крымско-катарской культуры, знаний, традиций, обычай. И свои экспонаты предоставляешь для музеев на выставке. А есть ли у тебя в планах создать, может быть, свой такой небольшой дом-музей, скажем, да, где будут проходить культурные какие-то мероприятия, выставляться твои работы, может быть, будешь приглашать твоих коллег. Есть ли такие грандиозные планы какие-нибудь? Ну, эти планы, конечно же, есть, и они начали реализовываться в Крыму до 2014 года. У меня был небольшой центр, в котором, в принципе, все это формировалось, собиралось, но с 2014 года я не имею этой возможности теперь. И эта экспозиция, коллекция, она стала вот такой мобильной, которая сейчас представляется, как уже сказали, на разных площадках, и в Страсбурге, в Совете Европы, мы делали риск, и в Украине всей, и в разных городах. Вот. А создание такого музея-центра, конечно же, очень актуально, и на материковой части Украины, и в Крыму. В Крыму на сегодняшний день есть и музей, и частные музеи, и частные коллекционеры, которые вот имеют хорошие, очень изумительные коллекции, и доступ к ним тоже есть. Поэтому интересующие, да, всегда посетить. У меня сейчас... Услышат и заинтересуются, и поддержат, и поможет. Возможно, да. Ну, у нас вот... Есть более необходимые первостепенные задачи, я так считаю, что музей депортации очень необходим. Поэтому нужно было бы тоже силы направить на такой проект. Согласна. Ну, я предлагаю начать, и будем уже общаться и дальше по твоему... Непосредственно по твоему стилю, да? Да. Немножко небольшую историю, да, об этом стиле. Это майолика классическая. Это одна из разновидностей в керамике, технический прием. Название имеет европейское, с острова, по-моему, где зародилась эта керамика. Ее отличие от всех остальных техник и стилей, я их тоже назову, там терракота, это гончарная посуда, это просто красножгущаяся глина с низкой температурой обжига считается, 900 градусов. Потом идет вот гончарная, поливная керамика, тоже низкотемпературная, но уже применяется глазурь. Следующий майолика, там повыше температура, 1000-1100 градусов. Следующий фаянс, 1300-1200, и фарфор, как самое сложное, высокое, там 1400 градусов, белая глина, беложгущаяся. Отличие терракоты, это красная жгущаяся после обжигания глянда, красный цвет, а фарфоры майолики, фаянс, майолики тоже бывают с красными глинами. Вот мы находимся посередине. И технически, и по температурам. Стиль мы назвали Куру и Сар, по аналогии испанской керамики, которая называется Гуэрде Секка. В переводе с испанского это сухая нить. В нашем случае название как калька, только значение технических приемов, которые используются в Гуэрде Секке, там линию проводят кистью с воском. И этот воск является ограничением между двумя глазурями, двух цветов, чтобы они не перемешивались. А мы делаем просто гравировку, сухую такую линию. Куру сухой и Сар это крепость, укрепление. И на южном берегу мне рассказывали старики, что и Сар они еще называли укрепления, которые ирригационные, ограждали доступ воды к помещениям, к каким-то сооружениям. И вот эта линия является у нас таким ограничением доступа влаги, двух глазури друг к другу. А этот стиль у нас был впервые представлен в 2000 году, ему уже 20 лет, юбилей, круглая дата, и за это время он стал популярным. Это авторская ваша Рустемби методика? Технология, ну технология она старая, там разные есть аналоги и в иранском культуре, Мина называется стиль, есть в Турции, есть в Золотардынский период, тоже гравировка с аналогичным. В 30-е годы похожая техника, только с англобами, не с глазурями, была в Бахчисарае, в артеле Иллирии, вот один из предметов у меня, за моей спиной ваза такая, это артели, которую основал Усин Баганинский, был главным художником, наш известный великий культурный деятель. Вот, а сам стиль мы разрабатывали с моим учителем Амутом Чорлу, после знакомства с ним мы начали экспериментировать с орнаментом. И уже искали в керамике применение нашей орнаментации, в основном с вышивки взять, адаптирование к этому материалу. Там буквально в течение полугода быстро мы его нашли и начали уже работать с популяризироваться. Буршья поджамы смотрят? Да, я, наверное, немножко, да, спрячу свою тибетейку, акцент сделаю на тарелку. Давай. Сейчас, чтобы нам не уронить. Видно? Да. Я буду импровизировать. Давайте верночку, наверное. интернет. У меня нормально пока все. Нормально? А у меня вот кадр подвис. Сейчас я чуть-чуть про... Вот, есть. Да. Есть? Замечательно. Я нарисую одну из популярных структур. У нас две такие основные структуры. Это ветка и древо. Веточка. Сейчас настроение такое очень гибкое, изменчивое, динамичное с этими свойствами. Я попробую это сделать. Начнем с главного, например, элемента. все видно. Так, есть. Немножко держу неудобно тарелку, но попробуем в таких условиях. А можно я тебя буду отвлекать, пока ты рисуешь? Поработать. Попробуйте. Просто я хочу взять комплимент, Рустам Бей, когда я за рубежом вот в Париже на студии дарила здесь ваши работы массу позитивных эмоций вызывают и благодарности, потому что тарелки, в них как-то душа вложена, какая-то позитивная энергия, какой-то моноспектакль, и каждый орнамент, он несет символику с пожеланиями, и когда вы мне давали расшифровку всех этих орнаментов, я даря рассказывала, что это означает, восторг был вдвойне, и благородность цвета, вот эти цвета, которые вы используете, это крымско-татарские национальные, или уже все-таки это все стилизовано, где-то и орнамент, и цвета? Вы понимаете, нужно разделить понимание крымско-татарского стиля в стиле, ну, любая культура, живая культура, она развивается, и, соответственно, она отображает, адаптирована к нашим сегодняшним дням, нашего восприятия этого мира, наших коммуникаций между собой, соответственно, те ремесла и те предметы, которые появляются, они должны соответствовать этому времени. Но важная часть это фундамент и опора национальной традиции и культуры, она должна соблюдаться, потому что, если мы будем уходить в современность и перешагивать намного вперед, то мы можем потерять вот эту нить. И здесь важно вот эту нить сохранить между прошлым, будущим и находиться в настоящем. И вот этот поиск и понимание и анализ, он позволяет сделать продукт, который соответствует всем этим характеристикам. Естественно, наша культура сформирована очень, если ее охарактеризовать, камерно. небольшой Крым, небольшие районы, поселки, собранная семья больше в себе. И, соответственно, все эти знания, мировоззрения, они откладывались на формирование этого стиля. И технологически сегодня мы можем... Я параллельно показываю ваши работы. Да, я увидел, да, тарелочку. Доступ к материалам. И мы хотим использовать яркие, качественные материалы, глазури. А нет, скажи, пожалуйста, нет ли опасности, что через несколько десятилетий мы уже забудем, какая была основа, да, старинных старинные аутентичные вот эти гончарные изделия? Потому что, ну, стилизовано это красиво, ярко. Есть ли такой, есть ли какой-то совет старейшин, скажем, гончаров, которые следят за этим и блюдят? Ну, как такового его нет, он сейчас формируется, точнее, можно сказать, он даже наоборот есть. То есть мы сами художники, коммуницируя между собой, общаясь, формируем этот стиль. И, естественно, отзывы зрителей, отзывы специалистов наших в культуре. И ты постоянно с этой обратной связью получаешь ее и понимаешь, правильно ли ты делаешь или неправильно. Вот здесь взаимная такая связь между зрителем и художником должна быть непосредственно. Угроза есть, но я не думаю, что она такая большая, потому что, с другой стороны, у нас и так же защита большая. Сегодня эта информация доступна, она сохраняется, она обрабатывается в интернете, можно сейчас достаточно много получить, прочитать и обратиться на источники, к источникам и сравнить, насколько это аутентично. Я показываю твои авторские работы. Это все, вот эти красивые сейчас тарелки. скажи, пожалуйста, это тобой уже продуманный полностью дизайн, символика, да? И существуют ли авторские права? Ты как-то защищаешь свое искусство от плагиата, чтобы другие не могли воспользоваться? Вы понимаете, дело в том, что это народный орнамент и он имеет определенную форму, структуры, элементы, и мы используя их создаем новый продукт. Продуктом назовем, например, изображение, композицию определенную. И если она не была вот в такой классической форме, как мы знаем, или это была копия какая-то, то это является таким авторским произведением на эту тему. Есть стиль, который сформирован, и, соответственно, когда ты его презентуешь, то авторское право автоматически остается за тобой. Сейчас практически нет необходимости заниматься защитой, потому что интернет, в принципе, все это делает. Да, вот, я не знала. Ну, есть публичность, которая достаточно защищает. Не каждому будет, вот, да, приятно, когда ему будут указывать на то, что это является воровством, поэтому каждый художник сейчас старается сделать сам. А вот тут необычные, вот такие, вот я сейчас выложила тарелочку. Да, это пару лет назад, мне очень интересна тема хабрызов, это домотканные полотенца, келимы, также используется этот сюжет, эта техника. я решил ее перевести в керамику, так как очень много этих рисунков сохранилось, и хочется поделиться, и хочется их сохранить. А ввиду того, что у нас не так много и не так популярно это ремесло, и не так популярна новостребованность у нас в наших интерьерах использовать этот текстиль, то вот я сделал дизайнерские тарелки, есть также в виде вазонов, подносов квадратных, которые очень красиво несут этот орнамент. Да, он очень стильный, современный получается. То есть это вот новая жизнь в условиях сегодняшних таких потребностей реальных. А тем временем рисуем, да? Красиво. Это такая фиксация. Достаточно лицо? На классах всегда ваших собирается на различных фестивалях вокруг вас всегда ажиотаж. Начиная от мала до велика, все с удовольствием смотрят. Мало того, вы даете возможность сделать самим какую-то тарелочку, что-то нарисовать, прикоснуться к таинству, скажем. Это очень интересно. Конечно, созидание всегда интересно. Сколько времени уходит на одну тарелку, да? И сколько делаете? Вы знаете, это такой вопрос сложный, я на него философски отвечаю. вся жизнь. Да. Ну, по сути, очень быстро можно это сделать, но вот чтобы быстро сделать, нужно много практиковать, учиться. Ну, да, и глину необходимо специально где-то, наверное, находить такой профессиональный. это высокотехнологичная вещь, которая требует вот этих знаний, химии. А где можно научиться? Учебные заведения есть в Украине, в Крыму, есть мастера, которые делятся своим опытом. Интернет. Интернет вам в помощь, да, я понимаю. Такое количество, да, мы сами очень много почерпнули, путешествия с другие страны, особенно то, что связано с нашей культурой, близкой, получения опыта, каких-то секретов именно кончарного ремесла непосредственно у мастеров. Я мечтаю построить дом в Крыму, Аллахасмететсе, когда придут хорошие времена. Мы сейчас здесь в Киеве находимся, но у меня мечта есть построить дом в Крыму, и когда впервые я попала в Ахмеджит, в Симферополе, ваш дом, это это были съемки рекламного ролика, кулинарной программы, вы предоставили свой дом, который выполнен полностью по такому крымско-татарскому стиле. Это была моя любовь, я как будто попала в рай свой, настолько уютно, настолько грамотно все продумано. Занимаетесь ли вы интерьером, вот есть ли возможность там будет заказать, может быть, вот грамотно, скажем, чтобы начинать от крыши черепиться, во дворе, что необходимо, вот эти знания. Делитесь ли вы такими знаниями, и работаете ли в данном направлении, дизайн, постройка там всего этого дела? Ну, на данный момент это больше консультативные такие-то проекты, вот, и то, что реализовано, оно в доступе, и можно посмотреть, присмотреть, использовать. Сейчас нет, с интерьерами практически не занимаюсь, ну, только вот консультируем там рестораны, частные объекты, культурные центры, где можно было бы это сделать. один из последних, например, это впервые можно сказать, в музее Второй мировой войны в Киеве, отдельный блок, посвященный депортации крымских татарш, сделан, где есть предмет, и вот там концепцию разрабатывали, рассказ об этой трагедии через предметы, там представлены, истории людей. Надо скорее посмотреть. да, я всем настоятельно рекомендую, прошу посетить, вообще в целом этот музей, он очень уникален, сейчас после его обновления с новой концепцией, интересен. Рустем, ты, конечно, извини, что я тебя, вы, вы, я вот по-дружески, мы просто дружески, мы с Руси, я, я, не программа, перехожу, да, вот, вы являетесь большим патриотом, вы, как человек, художник, который дарит красоту, пропускаете все через себя, и человек тонкой души, и в 2014 году вы переехали, активно занимаетесь общественной деятельностью. Машаллах, Сазгия, Аллах, Аллах, Версен, вы один из немногих, кто вдохновляет из современников, молодой, такой активный, и обоснованно всегда выступаете, говорите, устраивает ли все у вас, что сейчас происходит в плане того сохранения культуры крымско-татарского народа? Я не хочу, вот, какие там акции, фильмы, что бы вы хотели, вот, может быть, видеть, или пожелать, скажем, чтобы, какие проекты реализовывались в Украине для того, чтобы крымско-татарская культура процветала? Вот, такой сложный вопрос, запутанный. Нет, он абсолютно, ну, как бы, понятный, да, салуз, что вы сказали, очень много чего не устраивает, но это естественно, потому что мы всегда должны стремиться к лучшему, всегда мы видим эти недостатки, особенно сейчас, в такое сложное время, со всех сторон, особенно для Украины, вот, первое, что приходит на ум, это телеканал АТР, конечно же. Это такой центр, я считаю, который очень много, очень сильно и сделал большой вклад в развитие нашей культуры, современной, традиционной, и поэтому его отсутствие сейчас очень больно отдаётся для всех нас. Это создание культурного центра в целом, потому что те функции, которые выполняет и достаточно много дел... Шлицо, ты важные вещи говоришь, а те... Я пропал, да, извиняюсь, да. Это тарелочка моя вещает. Это Крымский дом, который делает очень многое. Я хотел бы, чтобы он был более широким, уже представлял там какую-нибудь институцию, в которой можно было бы организовывать центры по обучению государственной... с государственной поддержкой. Это может быть... Только сегодня мы говорили с нашими друзьями об неком таком колледже, может быть, искусств, где под одной крышей были и музыканты, и художники, и ремесленники, и хореограф, и театр. Я, когда учился, заканчивал аналогичный такой колледж, училище искусств Самаркандии, и мне очень понравилась эта модель, где мы коммуницировали все студенты между собой с разных направлений. Это очень многое сильно расширяло, особенно, если будет национальное, индивидуальное, специализированное, точнее, даст сразу огромный долг человек. Я хотел, чтобы такая институция появилась. Для последующих поколений это просто необходимо. Я с тобой полностью согласна. Можно я тебя, я вас прорекламировал? на ты и не буду. Я вот показываю фотографию параллельно, да. Я хочу в свойственной мне манере, Аджиб Ибер во мне где-то остался, хоть программы уже давно нет, задать такой вопрос, не задать, а прорекламировать. Рустамбей Скибин, один из самых завидных женихов крымско-татарского народа на сегодняшний день, да, родился в Узбекистане, в Самарканде, в 76-м году, это я для девушек даю информацию, покраснел, как твоя красная твоя глина. Знаете, мне тарелку сегодня разукрашивать уже не нужно, цвет у нас определен, он прям светится. Вот, золотые руки, золотая душа, великолепный человек, скажи, пожалуйста, великолепный человек, какими качествами должна обладать женщина, которая бы могла быть твоей спутницей жизни? Ох, Эльзара, ну, я не предупреждала, вас, что я буду это задавать. хорошее. Ну, самое, важное, главное, это носителям традиций и культуры, ну, и человеческие качества соответственно, то есть, это все как раз вот априори и является носителем. Ускутляма, ялыбой, бахчисарай, хайсатарахтан. Бес, бес, бес. Хороший человек. Кукулюма, хорасачла, биясачла, насл. Нет, нет, абсолютно. Ну, это как-то очень все. Вот, вот, вот здесь я, конечно, да, остановлюсь, потому что я художник, визуал, от этого не уйти никуда не могу, да, это моя, наверное, большая проблема тоже. Мы любим красоту. Да. Скажи, пожалуйста, должна ли она, как настоящая, вот, по крымско-татарским обычаям, как у нас, да, замуж выходит, приносит с собой, да, приданное? Это была там посуда раньше, да, гончарная искусство, там, какие-то платки, скажем, ткани, одеяла, подушки, это же обычаи наши, да? С каким приданным примешь ты невесту? Наверное, побольше посуды, вот, хорошей, дорогой посуды, я поясню, почему, чтобы, ну, готовить вкусно, стыдно, все, мне этого достаточно. Какие блюда предпочтительнее, крымско-татарские, что любите больше всего? Все, все, и мучное, и мясное, мясное, я аккуратненько. поджары, поджары, да, сауна с Ростомбей, а вот связанное с керамикой, с посудой, да, вот, что бы вы посоветовали, какие тарелки приобретать, допустим, на рождение ребенка, или там, посуду, или на рождение, там, новой семьи, или на день рождения, есть ли какие-то пожелания, вот, когда люди приобретают, что вы им посоветуете, и какого качества, как за ней ухаживать, за керамической посудой, удобно ли она в быту, вот такие вот вопросы у меня еще. Да, ну, утилитарность, конечно же, очень важна, для того, чтобы ей пользоваться, если это не касается декоративных каких-то предметов, которые мы будем там вывешивать, украшать свое помещение, но даже те утилитарные предметы, они тоже могут быть красивыми, и важно, чтобы это вам нравилось, потому что каждый день вы просыпаетесь, каждый день вы находитесь дома и взаимодействуете с этим всем, а если это еще и несет красоту, и несет традицию, культуру, это такие коды, которые нас формируют, поэтому я просто рекомендую брать то, что вам нравится, то, что вам приносит удовольствие, и этим пользоваться, главное пользоваться. А когда пользуешься потом, как мыть, как необходимо, то есть это только ручная, да? Ну, если майолики, о том, что я делаю, в глазури, то мыть щадящим способом, без посудомоечной машины, хотя если аккуратненько поставить, так понимаю, что некоторые пользуются. Если это терракота, то еще нижнее с ней обращаться. Моющие средства используются или нет? Все используется, да. Есть специфика в отдельных там предметах, например, если это чайник терракотовый, который пропускает и впитывает, ну, там свойство его впитать в чай, и, соответственно, когда ты им пользуешься одним сортом чая, то это становится вкусно и нету вот этих посторонних каких-то примесей. Но это для эстетов, для любителей таких церемоний. Поняла. Что с нашей тарелочкой происходит? Мы можем ее уже как-то... У нас, да, появились такие уже крупные формы, крупные цветы, которые нанизаны на ветку, на одну, они все цветут, что-то уже расцвело, что-то только начинается. Очень красиво. Да. Райский сад, в котором нет ни времени, ни пространства. Класс. Вот. Распорядок дня, получается, сразу на работу и творить, да, вот творческая жизнь человека, вот в реализации, наверное, в себя. Вы реализовываетесь полностью. Потому что много-много интересных проектов, которыми вы занимаетесь. Можно узнать по поводу дизайнерской работы, вот одежды. Вы сейчас сотрудничаете с дизайнером. Я опять забыла, как... Полина Веллер. Ну, здесь сотрудничество, да, очень интересное. Мы в разных формах с разными художниками, дизайнерами работаем. С Полиной она использует орнамент «Ойма». Один из сюжетов, который я разработал для ее коллекции. И она вот создает коллекцию женскую, которая будет таким рейтмотивом наш традиционный орнамент. в совершенно новом прочтении, совершенно с новой концепцией. Я думаю, что будет интересно и нашим зрителям, и вам сделать интервью с Полиной. Для дела и для сцены это интересно. И приобрести, да, и можно об этом поговорить. А если у вас, например, дизайнеров, к вам кто-то обращался за сотрудничеством в таком ключе? Да, да. Ну, мы сотрудничаем в такой форме, тоже консультативной, с Линеей Брагимовой. У нас есть интересные наработки. Не знаю. Наверное, я анонсирую. Сейчас мы работаем над созданием коллекции для нашего муфтията, для духовных лиц со всеми регалиями, со всеми... Основываясь на исторических каких-то, да? Атрибутами обязательно, да. Со всеми статусами. Все эти костюмы будут соответствовать и тому времени, и на... Он благодарил за эксклюзивную информацию. Класс, Сауна Рустамбея. Соответственно, да. Сейчас идет сбор материала. Конечно, ну, как я уже говорил, очень сложно все это переосмыслить, адаптировать. Специалисты у нас есть, поэтому с их помощью двигается. Ценно, Сауна. Ценно, спасибо. Удачи вам в деле. Теперь... Сложно и рисовать, и говорить, поэтому... Любоваться грамотным, да, и визуально с этими чинами. Что у нас происходит? Мы можем уже что-то дальше делать? Бо, уже 50 минут мы наговорили. Так, давайте я на этом этапе останавливаюсь по рисунку, потому что здесь еще нужно закончить, заполнить пространство более мелкими формами, чтобы у нас появилась такая, как в мелодии называют, зильтут мак. Держать вот эту тонкую, звон. Следующий этап – это покрытие глазурью. Глазурь – это кварц, очень тонко перемолотый, практически в пыль. Он разведен с водой, и в него добавляются пигменты специальные, окислометаллов, которые окрашивают его после обжига в определенные цвета, в соответствии с этим химическим составом. Это просто белая глазурь в спринцовке. Раньше мастера использовали в виде этого инструмента коровий рок. Не бычий, а именно коровий. Наконец, рога устанавливали тростинку и в рог заливали эту глазурь. И с помощью, ну, с таким движением при наклоне, у меня где-то есть видеоролики на YouTube, где я тебе показываю, заполняли пространство. Так, приближу. Интересно. Да, здесь важно соблюдать толщину этого слоя и чтобы у нас глазурь не перетекла за край этой линии. Как я уже говорил, круисар – это вот сухая перегородка, преграда, которая не позволяет этим глазурям смешаться. После покрытия полностью глазурью изделие ставится в обжиг и обжигается при температуре тысячи пятьдесят, тысяча сто градусов, в зависимости от глазури, которая используется. Потому что там температура разная у них. А какова стоимость работы? Ну, средняя. Я не беру минимум, максимум. Одной тарелки, да? Ну, вот, допустим, эта тарелка 24 сантиметра, она в диаметре. Средняя цена в пределах тысячи гривен. Нельзя там в доллары переводить, ну, это посчитают. Ручная работа. Интересно. Да. Очень доступно. Это средняя, да, цена для этого изделия. Если есть какие-то индивидуальные там заказы, либо с концепцией, или там с несколько другой технологий, то оно может двигаться и вперед, и назад. Ну, это мы, артисты, понимаем. У нас та же история. Смотря где, чего, сколько песен. Да, да. Какое пожелание прозвучать должно. Рустамбе, когда все началось? Когда вы для себя поняли, что хотите заниматься именно гончарным искусством? Керамикой такой, да? Может быть, в детстве были вообще другие планы и мечты? Может, кто-то... Мечта была стеклом. Мне очень нравилось. Ну, технология стекла сложная, и возможности не было ни обучаться, ни... Это сколько лет было понимание профессии, да, предназначения? Когда пришло? В каком возрасте? Школа. В школе? Восьмое, да. Шестое семейное. Да, я с самого детства и рисовал в студиях, занимался в школах и так постоянно там резал, вырезал, лепил. Все, что можно было делать руками, мне это очень нравилось. А родители поддерживали изначально, да? Да, я очень благодарен им, и они настаивали, изыскивали все возможности для того, чтобы... Машал. Да, и поступил, да, и занимался этим. А кем родом предки? Откуда? Мама... Я лыбую, мисхор и корейс. Хартана мисхор, хорбаба, корейс. По отцу это Украина и Швейцария. Ух ты, какие мы модные! Анька, я уже с тарелки, да, переведу. Да, да, да. Я так понимаю, что это... Вы заказывали специально в ДНК, да? Куда-то отправляли. ДНК – это отдельная тема, это то, что мы помним мои родители свою историю. А, это реальная история, да? Да, да. ДНК – это уже отдельная, мы сделали, я себе сделал, и потом сделали маме уже по женской линии, потому что женская линия не видит мужское, что очень интересно. Результаты удивляют, да. Я благодарю за время, за интереснейшую, ценную информацию, благодарю за дружбу. Надеюсь, что мы сможем посотрудничать и в творчестве. Всегда жду хавеге. Хош, как говорится, добро пожаловать всегда. Ну, и ваши пожелания нашим друзьям, кто смотрит, онлайн-зрителям. Ну, всем здоровья сегодня. Очень актуально. Берегите себя. Старайтесь позитивно мыслить. И всех-всех благ. Великит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok